Накануне вечером около пяти часов в скорую города Ож поступил срочный звонок. С четвертого этажа одного из общежитий микрорайона Черемушки выпрыгнула 40-летняя женщина. В руках она держала младенца. О том, как это произошло, рассказывает один из очевидцев, маленький Умар. Мальчик видел женщину не только в момент падения, но и незадолго до того, как она пошла на этот жуткий шаг. Вечером мы видели, как она ходила по двору, то в магазин, то в соседний подъезд. Все время плакала. Она сначала хотела выпрыгнуть с четвертого этажа другого подъезда. Ее увидели и остановили. Она тогда из подъезда вышла. При этом кричала на всех, плакала. А потом поднялась на четвертый этаж этого подъезда и выпрыгнула. Сначала она упала на козырек крыльца, а потом соскользнула оттуда на землю. А вот ее ребенок так и остался на крыше пристройки. Пострадавшую женщину зовут Чертеки Вайзат. Проживает она в городе Каэндычуйской области. 1978 года рождения. Сама при этом уроженка Алайского района Оржской области. Супругом прожили 18 лет. Имеют трех сыновей. От первого брака у женщины еще есть дочь. Не в силах больше терпеть издевательства со стороны своего супруга, решила свести счеты с жизнью, объясняет она. Я больше не хочу видеть своего мужа. Всю жизнь терпела его побои. Перед тем, как я решила покончить с собой, он звонил мне и пригрозил, что приедет и зарежет меня. Я была в отчаянии, испугалась. Он и до этого сильно избивал меня. Когда мы были в Карабалте, изрезал мне ноги и руки ножом. Если останусь жива, хочу только одного, чтобы никогда больше его не видеть. Она недавно приехала к нам с Каэнды. Сбежала от мужа тирана. Всю жизнь над ней издевался, так и прожили. Постоянно избивал ее, а она терпела. Мы настаивали, чтобы они развелись, но она говорила, что терпит ради детей. Вчера, будучи на грани нервного срыва, запуганная, в отчаянии, она выпила немного, а потом и вовсе попыталась наложить на себя руки. В данный момент состояние женщины врачи оценивают как средне-тяжелое. Перелом бедра, и сотрясение мозга. А состояние ребенка стабильно тяжелое. При падении он получил сотрясение мозга и другие травмы. Питание медики дают искусственным путем. Когда его привезли, он был в шоковом состоянии. Все время плакал. Сейчас получают всю необходимую помощь. Ему очень повезло, что упав с такой высоты, остался жив. Переломов на теле нет, однако сотрясение мозга и трещина черепа. Сейчас ребенок под наблюдением врачей, нейрохирургов. Пока его состояние стабильное. Этот факт в журнале зарегистрирован как факт попытки суицида. Назначены все необходимые экспертизы. Пока ведутся следственные мероприятия. Как только врачи разрешат, у женщины возьмем показания. О дальнейшем в ходе дела сообщим позже. Следователь отмечает, что если будет доказан факт доведения мужа ее до самоубийства, в отношении него, возможно, возбудят уголовное дело. Вопрос, касающийся детей женщины, также будет на контроле соответствующих органов.